в древних пещерах чола чтобы увеличить площадь обрабатываемых земель и орошаемых земель они построили эти плотины на реке чтобы фактически поднять уровень воды и разделить реку на несколько каналов и распределить эти каналы по ландшафту разветвляя его каждая река становится двойной каждая вторая река становится четвертой каждая нижняя река становится восьмой и вода распространяется по дельте значительно дальше чем она распространялась естественным образом создавая гораздо большую площадь для производства продуктов питания таким образом этот район стал житницей штата тамилнат где я сейчас нахожусь фермеры дельты не называли свою землю почвой они всегда были очень горды и называли ее золотой они выращивали четыре урожая в год и были самыми богатыми фермерами во всем регионе 12 лет назад в дельте кавери был построен порт куда заходили римские корабли греческие корабли арабские корабли китайские корабли и даже сегодня есть веские доказательства этого все это произошло благодаря процветанию которое кавери привнес в их жизнь так что кавери считается богиней которая принесла им богатство и благополучие я целую неделю путешествовал по дельте этой реки любуюсь великолепием этой древней системы водоснабжения которая используется и по сей день я здесь на другой плотине вот эта плотина разделяет кальвери и реку арселар это первая часть где мы пересекаем реку кавери а затем попадаем на этот остров прямо здесь а затем на другой стороне этого острова находится часть плотины которая пересекает реку арселар и вот здесь находится эта плотина которая отводит воду из одной реки и превращает ее в две реки распределяя воду по всему ландшафту отсюда кавери разделяется на три части это и есть кавери а вот это вира чалан это река эта плотина тоже построена саласом цель тоже в основном сельское хозяйство хорошо да очень хорошо спасибо тебе это гидротехническое сооружение никаких повреждений нет это не плотина это просто регулятор это сооружение широко известно как главный регулятор это не плотина со сплошной стеной потому что внизу есть ворота которые можно открывать и закрывать чтобы регулировать количество воды протекающий по каждому каналу в данном случае река разделяется на три разных русла регулятор напора регулирует напор или высоту воды так что воду можно направить в одной из этих каналов открыв его затворы и перекрыв другие каналы во время паводка ворота главного канала могут быть открыты в то время как боковые каналы могут быть перекрыты чтобы они не были заполнены илом это очень универсальная система которая может включать в себя рыбоходные трапы и управлять потоком воды на большой площади из одной центральной контрольной точки как прекрасно наши короли представляли себе цивилизацию это династия правившая здесь называется династия чона она была одной из крупнейших династий правивших около 15 столетий назад они были такими великими правителями о чем они думали они думали о том как важна вода для человека и они научили воду ходить по реке а не просто бежать и падать в море а во вторых они знают что вода устремляется к океану вот что они сделали они разделили реку так красиво что она покрыла всю страну она охватывает север юг восток и запад и разделили одну реку на пять рек дав им разные названия так что люди никогда не думали что одна река разделяется но это пять независимых рек пока он не построил великую плотину в этом регионе плотина называется калана кална и король который ее спроектировал и осуществил построил очень красивую и практичную плотину того времени которая была предназначена для хранения воды но позже ее расширили виды изменили но поток так и не изменился это выдержало испытание временем и так река кубери выходит из берегов и разделяется на две части вокруг острова шри ранга на этом острове расположен знаменитый храм шри аранганада который является крупнейшим индуистским храмом на планете а также самый высокий храм голдпуром который является самым высоким сооружением во всем тамилнаде это священный остров и очень интересно что именно здесь мы обнаружили уникальное древнее сооружение для отвода воды плотину колоний древняя плотина колоний была построена 18 столетий назад и является четвертой старейшей плотиной на планете которая до сих пор используется а затем уровень воды был поднят британцами когда они колонизировали индию и цель этой плотины на самом деле состоит в том чтобы распределить воду из одной реки по трем рекам а также фактически распределить воду по всей дельте и увеличить площадь поверхности размах дельты намного шире чем это было в природе это завораживает потому что все так хорошо продумано не так ли и только представь какую силу контроля это дает ты можешь направить воду обратно в реку каверн или направить ее вниз по течению или направить вот так что соответствует конфигурации реки каверн потому что когда мы смотрим вниз по течению то видим как разворачивается вся эта удивительная история история переломного момента так вот это и есть калилий именно с этого момента и началась дельта эта плотина в какой-то степени предназначалась для того чтобы не пропускать воду из этого ответвления и направлять ее в это ответвление а затем вот сюда это и есть большой канал она так вот эта контрольная точка прямо здесь это первая точка пересечения этой огромной дельтовой системы которая перемещает воду в этом направлении здесь разворачивается целая история которая просто завораживает это одно из старейших гидротехнических сооружений в мире он хочет расширить дельту чтобы увеличить площадь орошаемых земель единственный способ остановить поток воды который без необходимости уходит в море так что единственный выход для короля расширить площадь орошения он должен построить множество контролирующих структур которые называются регуляторами уровня воды здесь более 2000 регуляторов уровня воды так что вы можете контролировать поток на уровне воды он построил то что мы называем искусственным каналом у нас есть более 15 сотен каналов в этом районе дельты и более 24 полевых каналов так что чем больше площадей будет орошаться тем больше людей смогут собирать урожай риса 200 миллионов тонн риса производится в регионе дельты одном из крупнейших регионов по производству риса в мире таком же как меконг миссисипи этот регион настолько плоский а уклон который означает что он не требует перекачки и местным фермерам не нужно использовать никакого электричества давай посмотрим что происходит с этой водой когда она течет вниз по течению во первых ты начинаешь замечать обилие очень плотных водоемов которые как ты понимаешь питаются водой поступающей оттуда просто взгляни на количество водоемов это все схемы течения воды и все эти водохранилища сооружения для сбора воды все они связаны между собой и они расположены не случайным образом в том как они расположены есть бесконечный смысл и мудрость позволь мне просто продемонстрировать это наложив потоки друг на друга и ты действительно сможешь увидеть как все они связаны друг с другом так что обрати внимание на то как на самом деле устроен каждый из них они просто случайным образом расположены каждый из них связан с тем что находится ниже по течению и эти потоки то что их связывает эти плотины в форме гребешка и пруды которые просто перекрывают разветвленный поток воды на всем протяжении один за другим по всему этому водоразделу совершенно верно а потом ты задумываешься о совокупном воздействии на грунтовые воды на доступную воду для орошения когда у тебя есть такая общесистемная система сбора воды адаптированная к этой схеме абсолютно верно и по мере того как ты спускаешься все ниже это становится еще прекраснее кстати эндрю я провел математические расчеты чтобы примерно рассчитать сколько воды они собирают в этом месте площадь поверхности всех этих водоемов совокупности только в этом районе в два раза превышает площадь внутреннего озера индии самым большим внутренним озером индии является озеро чилика и площадь поверхности всех этих водоемов вместе взятых только в южной части реки кавери почти в два раза больше так что по сути эта система водоемов на самом деле является крупнейшим хранилищем воды во всей Индии. Если мы посмотрим на них как на одно взаимосвязанное отверстие. Если бы вы подумали об этом как об одном непрерывном водоеме, я бы сказал, что да. Это действительно образец, на котором мы можем учиться и который мы действительно можем имитировать и использовать в других регионах мира, где у нас есть концентрация воды в одной точке. Но у нас есть возможность фактически распределить воду и создать гораздо больший контакт между водой и сушей в регионах, где мы можем увеличить сельскохозяйственное производство и улучшить жизнь людей, а также огромное изобилие природы, которое мы находим в водно-болотных угодьях. Это потрясающая история сбора воды и пермакультуры, которая глубоко укоренилась в культуре этих людей и я думаю должна быть понята и оценена по достоинству. И часть этих уроков нужно перенести в другие районы бассейна Кавери, потому что, хотите верьте, хотите нет, но это тоже часть реки Кавери, верно? Так что если это может произойти ниже по течению, почему эту историю нельзя повторить выше по течению? Готов ли ты преобразовать пустыни, создать пышные приусадебные участки и накормить общины? За почти 30 лет работы дизайнером пермакультуры, путешествуя по миру, я вложил все, чему научился, в онлайн-курс пермакультурного дизайна университета штата Орегон или BDC. BDC и BDC Pro это лучшие способы начать осваивать пермакультуру. Я и моя команда проведем вас через более чем 20 заданий с более чем 100 часами высококачественных видео лекций и ресурсов. Все они направлены на развитие вашей собственной собственности или проекта на протяжении всего курса. Вы получите индивидуальную обратную связь от квалифицированного инструктора в условиях небольшой группы. Люди всегда спрашивают меня, как я могу стать частью решения проблемы. Это и есть твоя отправная точка. Ознакомься с предстоящими курсами по ссылке ниже и присоединяйся к нам в создании лучшего мира для всех. Увидимся на занятиях.